Что общего между айфоном и шифровальной машиной Энигмой? Алан Тюринг, правозвестник компьютеризации, гей, вкусивший всю прелесть британской системы правосудия прошлого века, и взломщик кодов. Именно благодаря его интеллектуальным усилиям была взята такая неприступная нацистская крепость, как шифровальная машина Энигма. Связь – это то, без чего любая армия мертва. Потому что она крутится вокруг стержня, на который нанизывается любая война. Этот стержень – приказ. Если приказ не может достичь своего адресата, или если он искажен, то армия ничего не светит. Отсюда логичный вопрос. Зачем тратить ресурсы материальные, технические, и самое главное – человеческие, если можно обмануть противника, вводя его в заблуждение о времени и месте атаки, о состоянии собственных сил и так далее. Поэтому враг не должен перехватывать ваши сообщения. А если он их перехватывает, то он не должен их понять. А для этого они должны выглядеть так, чтобы без знания ключа никто не мог бы их расшифровать. Немецкий инженер Артур Шербиус еще до Первой мировой войны зарекомендовал себя как изобретатель схем для регулировки асинхронных двигателей, которые нашли применение даже за океаном, в горной добывающей промышленности, в металлургии, для насосных и водяных систем и даже для компрессоров и вентиляторов. В 1918 году он получает патент на шифровальную машину, которая использует в своей конструкции роторы – один из главных технических козырей данного изобретения. Для ее вывода на рынок Шербиус объединяет свои усилия с еще одним немецким инженером и предпринимателем – Рихардом Риттером. Но 20-е годы 20-го века Германия разорена, унижена и пребывает в статусе европейского изгоя. Бизнесмены, естественно, обращаются к правительству, но там сначала их изобретения не оценили по достоинству. Однако спустя два года ВМФ Германии таки приобрело право на использование машины Шербиуса и Риттера. И с этого момента начинается военная история «Энигмы». Пройдя множество модификаций, машина стала одним из тех фундаментов, на котором была построена вся военная мощь вермахта. Ведь телефонные провода можно обрезать, чем успешно и занимались. А радиосигналы, как птицы вольные, и подстрелить их могут только дешифровщики. И вот эти-то парни стали бойцами невидимого фронта, от которых зависела победа. Основным противником нацистов на первом этапе войны стала Великобритания. Битва в небе, битва в море. Геринг с помощью люфтваффе утюжит английские города. Подлодки адмирала Дёница топят транспорты в Атлантике. Гитлер планирует операцию «Морской лев» по высадке на Британские острова. Недалеко от Лондона, в Блечли парке, британское правительство организует свое главное шифровальное отделение. Его основной задачей становится взлом «Энигмы». В качестве аналитиков, помимо инженеров и ученых, работают музыканты, шахматисты, любители разгадывать кроссворды. Поскольку никто пока не понимает, человек с какой профпригодностью может расшифровать вражеские радиограммы. Одним из участников всей честной кампании стал Алан Тюринг. Поскольку его родителям была предопределена судьба мотаться между Англией и Индией, то Тюринга ждала стандартная для английского мальчика участь – частная школа. А любые закрытые заведения с сегрегацией пола способствуют развитию, порой, увы, отнюдь не гетеросексуальных наклонностей. Поэтому уже в подростковом возрасте Алан понял, что его пристрастия выходят за рамки общепринятых. Но его научные способности простирались далеко за пределы школьной программы. И хотя он и окончил школу одним из последних, его дальнейшая работа привела к изобретению машины Тюринга, которую некоторые специалисты называют величайшим изобретением века. Имеется в виду, конечно же, века 20-го. Если свести все к простым дефинициям, то суть в следующем. В любых устройствах от посудомойки до принтера может использоваться одна и та же электронная схема. И одна и та же программа может работать с разными аппаратами. И вот этому-то человеку и было суждено переломить ход битвы за Англию. Однажды ночью его осенила идея, которая получила название «Банбурисмус». На основе этих теоретических выкладок была создана дешифровальная машина, которая получила название «Бомба». А вся программа по ее разработке стала называться «Ультра». В советской историографии высадка в Нормандии получила, если не уничижительную характеристику, то, по крайней мере, она трактовалась как событие второго плана. Это становится понятным, если учесть, какую роль наша страна играла во время Великой Отечественной войны и какую цену она за это заплатила. И все-таки «Ди-Дей», как это называют там, или «Операция Нептун», это беспрецедентный случай в мировой истории, когда почти на 7 тысячах кораблях предстояло высадить более 150 тысяч человек. И все это стало возможным во многом благодаря победе над «Энигмой». В конце войны союзническими войсками было захвачено несколько десятков тысяч таких машин. Они служили после окончания военных действий в странах так называемого «Третьего мира», куда они были проданы. Сейчас «Энигма» — это коллекционная редкость, которая есть буквально в нескольких музеях мира. А что же Тьюринг? Человек, который после Второй мировой шел к созданию первого в мире компьютера, был умен и силен. А также слегка чудаковат. Летом, когда все цветет и пахнет, он спасался от аллергии, приезжая на работу на велосипеде, одетым в противогаз. Бегал марафон, да так, что почти догонял по показателям чемпиона мира. Тут перед глазами появляется сцена из кинофильма «Форест Гамп». Когда один из его любовников ограбил его квартиру, Тьюрингу пришлось обратиться в полицию, ну и признаться в собственной гомосексуальности. А это на тот момент в Англии было подсудным делом. Суд предложил Аллу Тьюрингу на выбор либо тюремное заключение, либо так называемую «химическую кастрацию» — это прохождение через гормональную терапию. Тьюринг выбрал второе, у него начались проблемы со здоровьем и примерно через два года его нашли мертвым в собственной кровати. Рядом стояла тумбочка, а на тумбочке надкушенное яблоко. Пошла молва, что это самоубийство и что ученый сам отравил яблоко, поскольку ему очень нравилась эта сцена из мультфильма «Белоснежка». Версия эта до сих пор вызывает споры, но более интересна другая легенда, что именно это надкушенное яблоко стало эмблемой всем известного бренда. Как выглядит машина «Энигма» можно познать через специальное приложение от компании «Арттим», которое смогла визуализировать этот аппарат, и вы сможете наблюдать его через специальное приложение. Для этого вам нужно просто навести ваш девайс на любую поверхность. В данном случае мы имеем в виду планшет, можно перемещать саму машину, и она будет следовать за экраном. Крайне удобно, познавательно и, что самое главное, увлекательно. На этом все. Оставляйте ваши комментарии вот там.